Свой последний сюжет, снятый здесь в кафе Советского Союза, что на химчистке, на московской 5, вызвал широкий общественный резонанс. Дело в том, что мои приятели, борцы с алкоголизмом, очень удивились, когда я практически 5 минут эфирного времени посвятил борьбе с пивным алкоголизмом. А затем уже два самых известных в стране человека, любители пива, поняв, что в России пива нет нормального, пролоббировали закон о запрете пивной рекламы и запрете продажи этого непонятно чего на улицах. Но тем не менее, молодежь покупает, и у меня сердце разрывается, когда я вижу вот это прозрачное, даже не скажу, что это за вещество желтого цвета, и его выдают за пиво. Нет, это не пиво, это вот жидкость с красителем, ее много продается, поэтому все-таки не надо это делать. И тем более, не надо употреблять алкоголь в присутствии своих маленьких детей. А что творится? Солнце, тепло, и все подряд сидят и сосут. И что из ваших детей появится и получится, если они видели, как вы при них с молодых корней употребляете алкоголь? Ну, это непорядок, нельзя этого делать, нельзя пиво продавать в ларьках. А где его можно продавать? Ну, в магазинах, естественно. Вот, но сегодня мы не об этом, это я, скажем так, порцию норовоучения прочитал. Сегодня мы о том, где можно хорошо и качественно отдохнуть. Вот. И сегодня мы покушаем очень вкусную рыбку, которую в городе Магнитогорске вы не покушаете, и для этого мы заходим вот сюда, в место, где отдыхают все. Это кафе Советский Союз. Ну что, захотелось? Пойдемте. Как бы сказал Николай Дроздов, у нас типичный представитель семейства рыбов. Но такой рыбов в Магнитогорске не водится. Это рыба, точнее это рыба, жерех водится на Волге. Меня сильно-сильно просили не делать такие сюжеты, достаточно грубые и с наездом. Я постараюсь этого не делать, тем более, что сюжеты грубые и с наездом вы сможете посмотреть потом в интернете. Это же очень просто сделать. Челейкин пробил Советский Союз, и в очередной раз увидите то, что нельзя показывать по телевизору. Почему я сегодня для дегустации взял вот эту небольшую, вкуснейшую, обалденнейшую рыбку? Дело в том, что с 98-го года я частый визитер в Самаре. Настоящий город, который гуляет и отдыхает, не то что на Магнитогорске, естественно. И проезжая в Самару, всегда в Сызрани, вам предложат жереха. Ну и вы, естественно, возьмете, как возьмете и то, что производится в Самаре, рядом с жигулями. Точнее, у истоков гор жигулевских. Но, опять же, про то нельзя, и поэтому здесь у нас, естественно, напитки из черноголовки. Сидор мы налили. Вот. Что касается жереха. Вот так должна выглядеть хорошая рыба. То есть, вот, жабер нету, вкус. Роман, бля, хануха. Так, охота. Но, увы, не получите. Только здесь. В кафе, в засоковом центре, в ресторане, в месте отдыха, в Советский Союз. Изерека завозят такую рыбку. А на базаре вы увидите, да, и такую жерехню. Которую есть, по сути, нельзя. Потому что, сейчас я покажу, как должен выглядеть жерех. Ах. Помните, советские места отдыха. Туда детям вход был запрещен. Там такого, конечно, не было. Но, вот, вот, смотрите. Это настоящая, пресноводная, мясная рыба. И, опять же, справедливости ради доложим, что не везде, даже по Болжью, можно взять хорошее рыбу. Дело в том, что у меня в Самаре есть свояк, браджерный. Вот, а он крутой специалист в качественной рыбешечке. Ммм. И не душочка. Ммм. Общенный жирешочек. Ммм. Мы привезли. И у вас есть еще возможность успеть на чехоль и на сопушку. Но если вы не успеете, то попросите. Мы привезем. И вы хоть раз в жизни насладитесь. Представляете, вот это речная, ммм, вяленая рыбка, с которой не сравнится голову на сечении. Не дает ни одно ресторанное блюдо. Ммм. А как и здесь дискотеки. Ммм. Она вот приходит и просто отвязывается. Потому что в жизни должно быть место отдыха. Не надо смотреть на то, как где-то рядышком прыгает непонятная молодежь. Здесь даже молодежь, кто заходит, собирается. Потому что цены халява. Вот. Взять, к примеру, нашу любимую самцу. По цене Биг Мака. Ну, размер выполнитель. Такая рыбка. Такая рыбка денег стоит. Но. К примеру, на компанию. Из четырех человек. Из двух, а все. Объедитесь. Берете жерех. Ммм. И тут его. Уничтожаете. Под напитки из черноголовки. Или это не только напитки из черноголовки. А? Конечно, они не напитки из черноголовки. Конечно, от пива. Пиво проверено мной лично. Вот. И мы с гордостью презентуем второй продукт. Вот у Верхнеуральского пивозавода. Вы знаете, как сюда люди приходят, и как у них глаза слезятся. Они вспоминают то самое доброе детство. Когда они пили настоящее пиво. Оно такое нежное, вкусное, доброе. Старое, доброе. Потому что только из Верхнеуральской воды оно получается. Ириночка, организуй, пожалуйста, еще одну кружечку. Я просто не могу. Первая кружка чешского пива. Такая нежная, легкая, добренькая. Заходит на ура. И я вам так скажу. В Советском Союзе была такая простая технология. Как и рыбку съесть, и на сосну залезть. Ну, в жерешок, да? Нормально. Так вот. Мужики, имея всего рубль в кармане, ходили в театралочку. Ну, или там пив-бар, допустим. На правду. Вот. И первоначально. Ммм. Заказывали у себя соточку. И приносили рыбку. А потом дело продолжалось пивком. Ну, то есть, история возникновения ерша, она, кстати, не такая уже плохая. То есть, за какие-то копейки человек не сильно упивался. Получал хорошее удовольствие. Здесь кафе Советский Союз то же самое. То есть, ну, кстати, водочку здесь не продают, потому что лицензия денег стоит. Вот, если вы будете постоянными клиентами, я подумаю, может быть, я и возьму. Вот здесь есть верхний уральское пиво. Я совсем недавно подумал, а какое оно должно быть пиво, хотя, ну, пью пиво достаточно давно. Так вот. Очень вкусно пиво. Вот оно такое должно быть живое. Вот. Пиво – это вода. В пиве воды очень много. Так вот, вы должны пить воду с очень приятным вкусом. А чешское пиво имеет тот самый выраженный вкус нашего детства. Потому что, если честно, верхнеуральское пиво не было верхнеуральским. Это было пражское пиво. Ну, тоже, та же Чехия. То есть, рецепт был оттуда. Потому что и во времена Советского Союза соблюдались определенные авторские права. Вот. Какое оно? Вы просто вдыхаете аромат и чувствуете жизнь. Чувствуете запах хлеба. Так. И очень хорошо сюда заехать и за раздвинутым чешским пивом. Потому что, открою вам маленькую тайну. Здесь только пиво с верхнеуральского завода. Прямые поставки. То есть, наливак здесь не нравится. Вот. Естественно, это свежак. И вам вообще необходимо просто забыть об крепком макоголе в лето. Потому что три кружки такого пива вдыхают в вас максимальное удовольствие. Вы получаете легкую балду. Вот. И затем уже догоняться даже не надо. На боковую и спать. С утра ни один алкотестер ничего не заметит. А я попробую еще одну кружечку. Мутненькое. Непастеризованное. Непрошедшее дополнительную абсолютно ненужную термическую обработку. Пиво, которое простояло 40 дней. Которое впитало аромат хмеля, солода. В котором нет никаких добавок, нет никаких красителей. Да и спирта-то нету. Потому что это продукт естественного брожения. Пиво, сделанное мастерами. Пиво, сделанное хозяевами, которые решили восстановить настоящее магнитогорское, ну уральское точнее пиво. Я специально к ним приехал и мы побеседовали на такую интересную тему. А как сохранить качество? Так вот, люди, которые занимаются производством, воспроизводством легендарного верхнеуральского пива, сейчас это пиво идет под брендом Blonder Beer, поставили для себя задачу. Да что это такое? Видите, как живое пиво. Вот. Сохранить именно то самое качество. И для этого фильтра стоит и верхнеуральская водичка и так очень вкусная. она стала еще лучше, ее умягчили. Вот. Так же, как я, люди проехали полмира в поисках пива. Вот. Так же, как я убедились, что в Германии, ну только в частной пивоварне есть хорошее пиво. И теперь вы понимаете, что для удовольствия не надо 10 литров. Для удовольствия надо полторушку. для удовольствия можно сюда приехать и сколько людей вот здесь не было. Первая разгонная, вторая шлифовочная, третья в удовольствие, а больше то не надо. И какой тогда алкоголизм? Если выпили, по сути, всего три кружки пива. При этом получили заряд энергии, потому что все-таки расслабились, все-таки из мозгов кое-что убрали, отдохнули. Вот. И выпили ровно столько, сколько надо. А если нужно продолжение банкета, ну что же, можно тоже устроить, хотя не рекомендую. Потому что каждое утро следующего дня вы должны вспоминать, что вечер предыдущего подарил вам общение с настоящим, живым, прекрасным напитком. Я не знаю, что творится, может быть, действительно, это замечательное турецкое лето, и люди просто отдыхают, хотя не все же отдыхают нормально. Не у всех есть место отдыха, а теперь такое есть. Для чего создан был вот этот клуб Советский Союз? Для того, чтобы вы за какие-то копейки, реально за какие-то копейки, дешево и вкусно отдохнули. Потому что, ну вот скажите, пошли в дорогой развлекательный центр. Сколько вы там денег оставили? На двоих на минимум две тысячи рублей. Здесь на две с половиной тысячи рублей спокойно отдыхает компания из десяти человек. При этом это лучшая музыка, это лучший ведущий. И самое добропорядочная атмосфера. Как сюда приехать? Да это же просто. Московская опять. Да, шильдика снаружи нет, но это и не должно быть, потому что территория немножко закрытая. Хотя, ладно. Давайте попробуем развить предприятие без яркой наружной рекламы. просто приезжаем сюда в любое время практически. Позвонить по телефону можно вызвать и бригаду развлекателей и наслаждаемся тем, чем вы не насладитесь, сидя у подъезда, сося свое противное и такое мерзкое пиво. Продолжение следует...